Слово «мама» – одно из первых, уж точно самое теплое для каждого человека. День матери в России учрежден в 1998. С тех пор в череде государственных праздников появился еще один повод сказать спасибо самому родному человеку. Сколько всего матерей в регионе, подсчитать затрудняется даже служба статистики. Но в последние годы рождаемость растет. Только в Иванове за последние 10 месяцев мамами стали 7732 женщины. Растет и количество многодетных матерей. Где-то начиная с 2009 года количество многодетных семей зарегистрировано почти в 2,5 раза больше. В настоящее время у нас в регионе проживает чуть более 7,5 тысяч многодетных семей. И, конечно, вот такая тенденция роста во многом, наверное, отражается на той достаточно серьезной системной социальной поддержке многодетных семей. Большие семьи регион поддерживает единовременными выплатами, ежемесячными пособиями и, конечно, льготами. Бесплатный проезд для ребят, которые воспитываются в многодетных семьях и являются учащимися в общеобразовательных школ по универсальной карте школьника. Это ежемесячная выплата на оплату коммунальных услуг в размере 30%. Это ежегодная выплата на покупку топлива для тех семей, которые проживают в доме, где нет централизованного отопления. Это ежемесячная денежная выплата на третьего и последующих детей в размере 10 143 рублей. Ну и еще ряд льгот таких, как предоставление земельного участка в собственность, тоже бесплатно. Также многодетные семьи имеют право, чтобы их дети отдохнули и оздоровились бесплатно в загородных санаторно-оздоровительных базах нашего региона. Чем больше детей, тем больше счастья. Галина с мужем познакомились 20 лет назад и еще до свадьбы решили, что хотят много детей. Минимум 5. Оказалось, их счастливое число 7. Когда появлялся для меня, это было спасибо Господь еще за одного. А теперь я радуюсь, потому что они у меня есть. Очень радуюсь. Бывали периоды, когда я узнавала, что беременна, и было ощущение, что у меня крылья как бы подрезали. И надо было пройти какой-то период и привыкнуть. Но потом, это такая радость, ни с чем не сравнимая. Я бы ни с чем, ни на что не обменяла это. День мамы в седьмой степени проходит в трудах. Для такой огромной семьи готовить нужно почти в промышленных масштабах. Но к этому быстро привыкаешь. К тому же сейчас, когда старшие дети выросли, они всячески стараются маме помогать. Взяли часть ее обязанностей на себя. Я освобождена от завтраков. Я их не готовлю почти никогда. Крайне редко. Во-первых, у меня маленький малыш, сейчас с ним. Дети самостоятельные. В разные периоды времени готовили старшие. Сейчас четвертый ребенок, Катя, любит готовить сама. То есть ее никто не заставляет. Она просто взяла их на себя и готовит завтраки. Общепризнанный факт. Дети из больших семей раньше своих сверстников становятся самостоятельными. Семья и конг-ет, но лучший тому пример. Теперь старшие не только сами собираются в школу и на занятия, но и помогают младшим. Мама шутит. Если правильно воспитать старших, с младшими справляться будет проще. Галина старается никого не выделять и не обделять. Главная задача многомамы, как признается наша героиня, дать частичку любви и заботы каждому. Найти в загруженном графике время и уделить его каждому. Это непросто. У меня не получается систематично. Мне не получается это делать как бы типа запланированно. Я иногда пробовала, но потом планы все куда-то в разные стороны. Я восхищаюсь теми, у кого это получается. У меня получается больше спонтанно, наверное, как жизнь. Живешь, дышишь и появилась возможность. Сын бы раньше вернулся или дочь рядом. И вот вы вдвоем и общение какое-то особенное. Семья – это круговорот любви. Всю ту заботу, что она вкладывает в детей, Галина сполна получает от каждого. Моя мама очень добрый человек. Она человек, который всегда поможет в беде. У нас бывают какие-нибудь ссоры, но я знаю, что просто мне очень даже больно становится, когда мы ссоримся, потому что я понимаю, как ей сложно семеро детей. Все же это не самая легкая работа. Когда вырастаешь сам, то ты понимаешь, такой, о, а здесь уже я слежу за всеми, и тут тоже слежу. И как бы, чем больше детей, можно сказать, больше помощи есть, и как бы просто проще становится потихоньку. Ну, сложности какие-то есть, типа всегда шумно, какой-то гвалт, но зато так прикольно, никогда не скучно. Большинству людей не понять, что такое многодетная семья. Наши герои рассказывают, конечно, шум, иногда ссоры, суета, но невероятная теплота, поддержка и любовь. И все благодаря маме. Мама! Мама! Наталья Гутарина, Генис Денисов, РТВ Иванова.